Я же мать с форума Reddit. Трэшовые истории. Обрежь волны на Wi-Fi, так как они отравляют моих детей. Я же мать против Наруто. Ты не имеешь права выигрывать у моего сына. Ты не мать, если играешь в Доту. Обрежь волны на Wi-Fi, так как они отравляют моих детей. Это нечто произошло буквально на прошлой неделе. Я сидел в своей комнате и, как обычно, долбил пещеру в поисках алмазов. Все верно, я просто играл в Майнкрафт. Как вдруг я услышал громкий беспрерывный стук, будто гвозди забивали прямо возле моего уха. Оказалось, что это долбили мою входную дверь. Спасибо, что не вынесли ее хоть. Открываю я дверь, а там женщина. Ну так сразу не видно было за ее усами. Но каким-то дедуктивным методом я дошел до этого умозаключения. У вас есть интернет? Ну да, здравствуйте что ли. А Wi-Fi у вас тоже есть? Wi-Fi? Ну и это да. Ну да. А как он подписан? Называется как? Wi-Fi 12. Тогда говори пароль, этот Wi-Fi заходит на нашу территорию. Ну блин, такой уж радиус у моего роутера. Но с чего бы я вдруг должен вам пароль говорить? Платить за интернет буду я, а пользоваться всем селом что ли? Спасибо, я не Робин Гуд. Но ваши волны просочились на наш участок. Так что либо давайте пароль, либо обрезайте свои волны. Вы как себе это представляете вообще? Либо плати за аренду нашего имущества, либо не транслируй свой сигнал Wi-Fi туда. У меня четверо деток, и ты всех их облучаешь своим ультрафиолетом от интернета. Кто мне их лечение потом оплачивать будет? Женщина, вы в своем уме? Я старше, и мне лучше знать, как все работает. И вообще, я с тобой судиться буду. Ты покушаешься на мое имущество. Не хочешь по-хорошему? Я тебе предлагаю просто сказать пароль, тогда бы вместо оплаты мы просто сошлись на выгодной нам обоим сделке. Хм, знаете? Вы уж лучше заявление на меня накатайте. Может толку побольше будет. Усатая леди демонстративно развернула свой таз и ушла. Через несколько часов ко мне приехала полиция. Понятия не имею, что она им наплела там такого интересного. Но ко мне ворвались как к преступнику. Провели расследование, после которого... Кстати, еще долго извинялись и уехали. На удивление, эта шибанутая ко мне больше не приходила. Я же мать против Наруто. Это произошло больше года тому назад. Мы с родителями отправились за покупками в местный торговый центр. Мама с папой пошли в очередной бутик, а меня приземлили на фудкорте. Ну, покушать я люблю, так что был только рад. Как сейчас помню вкус тех прекрасных жареных крылышек с рисом. Во время своей трапезы я пересматривал старые серии Наруто. Кстати, забыл сказать, что у меня айпад. Ну, а у представителей прекрасного пола, как нам известно, большая любовь к яблочной продукции. Причем неважно, какого они возраста и социального статуса. В какой-то момент из рядом стоящего магазина вышла женщина с тремя детьми. Старшему на вид было около 8 или 10 лет. Ну, а младшим было совсем мало лет. Тот старшенький держал в своих руках PSP. Судя по его лицу, он был вполне доволен и наслаждался игрой. Но, несмотря на это, выражение лица его матери выглядело агрессивно. О, ужас! Она смотрит на меня! Эй, ты чего расселся тут со своими айфонами? Мой сын все это время смотрел на твое устройство и просил меня купить ему это. Ты сюда специально приходишь похвастаться этими девайсом? Нет, извините, я просто жду своих родителей, пока они делают покупки. А что это ты смотришь? Ужас какой! Это же эти японские мультики! Дети, не смотрите! Не смотрите, я сказала! Это плохой мультик! Выключи его немедленно, или я заберу это у тебя! Если вам так сильно это не нравится, так почему бы вам просто не уйти? Судя по ее гримасе, это был неправильный вариант ответа. Слишком уж поздно я это сообразил. Лучше дай моим детям поиграть на нем. Хорошее хоть дело в своей жизни сделаешь! Она действительно думала, что я соглашусь на столь интересное предложение? Простите, но мои родители не разрешают мне делиться такими дорогими вещами с чужими людьми. Ого, какие мы жадные и грубые! А сколько ты хотел бы за свой микротелевизор? Двадцатки хватит? Не, ну я понимаю, что мне тринадцать, и голова небольшая, но мозг там есть, и функция думать еще осталась. Хм, нет. Это дорогой девайс, и вы это знаете. В это время я попытался аккуратно подвинуть к себе айпад, потому что чувствовал, что начало пахнуть жареным, и я же мать резко потянулась к айпаду. Я человек вспыльчивый, к тому же прекрасно понимал, что пора бить тревогу. Леди, уберите свои руки! Пап! Мои родители находились не так уж далеко, все еще в соседнем бутике, поэтому на крик они отреагировали сразу же. Когда я же мать заметила их на горизонте, то сразу же собрала свой детсад и скрылась в толпе. Моя же мама выглядела так, будто готова была испепелить ту я же мать. Больше мне не разрешают смотреть что-то в людном месте у всех на виду, даже на рудку. Ты не имеешь права выигрывать у моего сына. Предыстория. Меня пригласили на день рождения моего друга. Место – арена Лазертаг, бои лазерами. В ролях я, раздражающий ребенок, я же мать, сотрудник развлекательного центра. А теперь сама история. В тот день я приехал на празднование заранее, отодвинув все свои важные дела на второй план – просмотры новых серий моего любимого аниме. Кстати, это позволило мне занять очередь в линии. На празднике было очень много детей, и мы все стояли в очереди к самой арене, где проходили бои, в которых принимали участие по 10 человек. У каждого было по три жизни, после того, как игрок умирал четвертый раз, то выбывал, и на его место выходил человек, который был первым в очереди, и проигравший должен был передать ему оборудование, а сам встать к конец очереди и снова ждать выхода на арену. Ну и так по кругу. Оказавшись на ринге, я сразу же уложил на лопатки троих детей, при этом не использовав ни одну свою жизнь. Ну и все было хорошо, меня долго не могли подвинуть с арены, и сокрушал всех врагов на своем пути, и этого противного паренька тоже. Я же ребенок был младше меня, и я уже раз победил его на ринге. Отстояв целую очередь, он вернулся на арену и был шокирован, когда снова увидел там меня. Эй, как ты попал сюда раньше меня? Я же вылетел с игры раньше, а значит был первым в очереди. Так я просто еще ни разу и не вылетал с арены, при мне еще есть две жизни до сих пор. Это невозможно, ты мухлюешь, ты специально так делаешь, и вообще у тебя читы. Чи ты в реальной жизни? Я бы не отказался. Да? Действительно так думаешь? Ну не знаю, пойди теперь что ли, расскажи об этом своей мамочке, или кому-нибудь еще. Спустя несколько минут, когда я как раз пробегал возле края арены, дверь открылась, и вошел персонал. Он позвал меня, и я вышел вместе с ним. Это он? Да, это он. Значит ты тот, кто мухлюет и нечестным путем побеждает моего сыночка? Я не мухлюю. Мой сын сказал, что ты мухлюешь и обманываешь других игроков. Я уверена, что если сотрудник этого заведения осмотрит тебя и камеры видеонаблюдения, то найдет кучу нарушений правил. Позвольте мне проверить ваше снаряжение. Я без лишних колебаний дал ему проверить мою боевую броню и оружие. Да тут все чисто, парень не мухлюет, с его снаряжением все в порядке. Вы можете вернуться на арену. Но он находится на арене больше 20 минут, а мой ангел вылетает оттуда буквально через 5 минут игры и должен стоять в очереди. Но мэм, правила ясны, и они одинаковы для всех. Игрок вылетает с арены только тогда, когда побежден, и у него не осталось ни одной жизни. А этот парень еще не потерял все свои жизни. Вот и все. Но этих правил недостаточно. Он играет намного дольше, чем мой сын. Мэм, успокойтесь, я здесь работаю и слежу за порядком. Не я создавал эти правила, но я должен следить за тем, чтобы их соблюдали. После этого я вернулся на арену и продолжал играть до тех пор, пока этот крысеныш не вернулся в игру снова. Ему удалось каким-то образом подговорить еще 6 других игроков. Я уже побеждал некоторых из них раньше. Напасть на меня одновременно и завалить. Мне пришлось вернуться на линию, но как только я снова вышел на арену, то история повторилась. На меня снова напали те же самые ребята и снова все одновременно. Короче, нечестная игра это явно не то, на что я подписывался, поэтому я просто ушел. Да, и совсем вскоре после этого бои лазерами закончились, и мы перешли к второй части с празднованием. Но это я же мамка и ее подюбочник выглядели как шибанутые каждый раз, когда смотрели в мою сторону. Если вам интересно, то этот пацан не был другом моего друга. Просто он был сыном маминой подруги. И поэтому его заставили пригласить этого пацана. Ты не мать, если играешь в доту. Эта история произошла еще года два-три назад. Тогда я вместе со своими детьми переехала в новый дом, в котором, собственно, и проживаю по сегодняшний день. Как и обычно в таких случаях, соседи периодически делали набеги ко мне домой, чтобы познакомиться. Обычно это происходило под вечер. Меня это совсем не напрягало, так как среди моих соседей оказалось много замечательных людей. Но бывали и казусы. И вот я хотела бы поведать вам об одном из них. Хотя казусом это сложно назвать. Скорее, это настоящий скандал, который разделил наш район на два лагеря. Но обо всем по порядку. Итак, в очередной день ко мне заявилась очередная соседка, которая жила прямо напротив моего дома. Она была чуть помладше меня. С порога дама заявила, что вокруг одни старые клячи. И общаться с молодой мамой своего возраста намного приятней. Мы прообщались часа два, и нашу милую беседу прервал мой сын, который зашел домой после дополнительных занятий. Немного контекста, дабы внести ясности. Так как это была пятница, то обычно это время я провожу с сыном за игрой в доту. Или, если есть силы, идем в парк покататься на роликах, в великах, да и просто весело проводим время. Мы очень ценим эти моменты, поэтому стараемся всегда отложить все дела ради этого. Он ушел в свою комнату, а я объяснила Лоре ситуацию, та самая соседка, и предложила присоединиться к нам поиграть в доту. И вот тут начался трэш. Ее глаза округлились, она смотрела на меня, будто я не человек, а противный и грязный слезняк. Ты что, играешь в это? Да еще и со своим ребенком? Ну да, мне приятно проводить время с моим сыном, так я могу узнавать о нем больше. Да и игра приятная, я вообще люблю позалипать в разные игры. Но ты же не маленькая уже! Ты разве не знаешь, что игры это вредно? Чему твой ребенок хорошему может научиться? Он проведет время со мной, и это главное. Да и вообще, что плохого в том, что я играю? Много мужчин моего возраста играют и с детьми, и в одиночку. Мужчина это одно, а ты женщина! Мать в конце концов! Хотя какая ты мать после этого? Ты же никак не воспитываешь своего ребенка, да еще и подсаживаешь его на вредные игры. Фу такой быть! Тебе не стыдно хотя бы перед своим ребенком? Мне кажется, единственному человеку, которому сейчас должно быть стыдно, это тебе. Какое ты имеешь право меня учить? Я воспитываю сына так, как считаю нужным. Но ты же делаешь это неправильно! У меня дома сейчас куча приставок и компьютеров, и все это для деток, потому что я люблю их. Но сама не поверишь, даже печатать не умею. И это повод гордиться, потому что я мать! И лучше потрачу время на что-то другое, чем на компьютер. Почему же не поверю? Поверю, что ты даже не умеешь печатать. Но по-моему, это не повод гордиться. А сейчас прошу тебя удалиться. Я показываю на дверь. Я же мамка округляет глаза еще больше. И теперь они больше похожи на два шарика для гольфа, только красного цвета. Это ты меня сейчас тупой обозвала? Ты вообще офигела! Да я на тебя весь район натравлю! Теперь никогда у тебя не будет друзей здесь! Я тебе это гарантирую! И да, ты не имеешь права называть себя этим священным словом мать! Если играешь, как ты там сказала, дота, вот она самая! Фу, я таких не уважаю! Она ушла, громко хлопнув дверью. Но меня это только порадовало. Да, часть соседей, конечно, встали на сторону этой скандалистки. Но есть еще и много адекватных людей, которые просто с нее посмеялись. Усатая леди демонстративно развернула свой зад. Таз, таз вообще-то. Это ты меня сейчас тупой обозвала? Блин, обозвала. Обозвала же, да? Или обозвала? Немного контекста, дабы внести ясности, так как это была пятница. Блин. С порога дама заявила, что вокруг одни старые клячи. И общаться с молодой мамой своего... Блин. Ну что, дотеры, как вам последняя история? А также посмотрите другие треды про Яжимать. Например, Яжимать против ГТА.